Микс Ньюс Добрый день, программа Разворот. Меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин. Гость сегодняшнего Разворота, бывший глава Центральной избирательной комиссии Латвии Арнист Цимдерс. Добрый день. Добрый день. Всем хорошо известный человек, на протяжении многих-многих лет возглавлявший наш ЦИК. Понятно, что речь пойдет о выборах, прежде всего прошедших. Давайте, наверное, вот в целом мы начнем вообще. Какие впечатления в целом от прошедших выборов, как у человека, который наблюдал подобные мероприятия не со стороны избирателей, но в том числе и со стороны избирателей, но вот по ту сторону, скажем так, занавеса? Какие впечатления у вас от выборов в целом? Ну, эти выборы, конечно, отличались несколькими факторами. То есть это и то, что это были внеочередные, то, что это было только в Риге, это было то, что и во время COVID, как бы в тени COVID проходили, и некоторые новшества были введены также. Ну, например, там возможность голосовать не только на своем участке, но и на других участках. Призывы, приходить в ранние часы. И можно было наблюдать, что и избиратели откликнулись, приходили по утрам и в среду, то есть когда начиналась работа из участков. А напомните, вот внеочередные выборы у нас в Риге, насколько я помню, их не было. Наверное, были в других самоуправлениях наверняка вообще. Какой опыт у нас проведения внеочередных выборов? Я, сколько помню, то был, кроме этого случая, еще один случай в начале 2000-х. Это Ренда была, внеочередные выборы. Ренда это под Кулдыгой, самоуправление есть. Были повторные выборы, это в Резик, но и в некоторых еще других местах, где результаты нельзя было утвердить, тогда там просто были повторные выборы. Так, в общем-то, нет. Это у нас не очень характерно. Ну, а организация внеочередных выборов, понятно, что она немножко усложнена. Насколько усложнена, причем как с точки зрения технической, так и с точки зрения какой-то, я не знаю, пиар, что ли, потому что у нас же мы наблюдали, вот сколько раз переносили эти выборы, несколько раз, появлялись, жители вообще не понимали, что происходит, появлялись предвыборные плакаты, на следующий день они исчезали, потом они снова появлялись. В итоге все это и на явке, могу сказаться, мы об этом еще тоже поговорим. Но вот в целом, внеочередные выборы – это большой вызов для ЦИК? Я думаю, да. Я думаю, да. По крайней мере, ресурс, который ограниченный, может быть, даже недостаточный в определенных каких-то деменциях, да, я думаю, что это очень было непросто сделать. Хотя в то же время речь идет об очень локальных выборах, то есть это не муниципально, а именно рижские. То есть 156, да, участков – это не тысяча, как это обычно там бывает, или сколько? Ну, это самый большой округ. Я думаю, что тут недооценивать нельзя. Все-таки, да? Да. Ну, самый большой, конечно же, скандал, без которого, в принципе, не обошлось на этих выборах, это те самые непроштампованные конверты, более 600 конвертов на двух участках. Хочется спросить вообще, как это, с вашей точки зрения, вообще могло случиться? Вот вы это как видите? Грубо говоря, чья это ответственность? Кто недосмотрел? Это человеческий фактор, это техническая ошибка, это, я не знаю, еще что-то третье, что мы еще не знаем? Ну, сколько я знаю, и очевидцы, что говорят, тут нет злоумышления, то есть это человеческий фактор. А почему именно? Я так понимаю, что эти люди сами не могут объяснить, почему так. Ну, в принципе, ясно одно, я не помню точно с какого года, но поменялся порядок, что если до этого надо было проштамповывать определенное количество конвертов на участке, остальных держать непроштампованными, и потом сдавать обратно, а вдруг еще понадобится, то с того времени, как начали печатать на конвертах название, что за выборы, они уже не могут быть использованы потом при каких-то экстренных случаях, и тогда уже поменялся порядок, что надо проштамповать на участке все конверты. Непосредственно на участке? Непосредственно те, которые получены на участке, те должны быть проштампованы. Резерв непроштампованный находится у городской комиссии. А вы говорите, вот не проштамповывали, чтобы вот мало ли понадобиться, понадобиться на этих же выборах? Нет, нет, раньше, давнее время, на конвертах не было написано, что за выборы. Просто конверт. Просто конверт, избирательный конверт, специальные формы, там, с отрывным местком, и он раздавался комиссиям, и те, которые остались неиспользованы, они соберлись обратно и держали в центре сберкома на случай, если понадобится. Это был какой-то резерв. Они израсходовались на следующих выборах, и постоянно держался какой-то резервчик небольшой. Но с того времени, как, по-моему, 2003-2004 год примерно, изменился этот порядок, стали писать на конвертах названия. Понятно, что их на других выборах уже нельзя использовать, поэтому они все нужны. Но при этом, простите, с 2004-м это было, за 16 лет это, получается, первый подобный инцидент. Ну, я не скажу, что это первый. По-моему, в Салоспилсе еще было несколько лет назад, что что-то не проштамповали. Ну, как-то такого резонанса как будто бы не было. Ну, вы не помните, я помню. Нет, нет, был тогда тоже резонанс, я имею в виду общественный вот такой вот… Да, да, конечно. То есть, бывают какие-то незначительные там технические, понятно, прорехи, и никто так сильно не обращает внимания. Здесь как-то вот все-таки обратили. Да, но тут очень важно все-таки внятно для себя сказать, что первый и основной критерий – это была ли попытка… Злового умысла. Злового умысла или нет. И если мы можем определить, что это было, тогда уже совсем по-другому и решаются эти пути. Ну, как решить проблему? Но если, например, мы отталкиваемся с того, что это не злой умысел, а человеческий фактор, делает ли это, как бы сказать, вот этот инцидент менее серьезным? Я так думаю, что если это было на двух участках, тогда я думаю, что не надо менять установленный порядок. То есть, из-за этого прецедента усложнять систему не следует. Слишком много у нас случаев, когда из-за отдельных прецедентов усложняется для всех порядок. Если бы это было там, ну, не знаю, на 20, на 30, на 40 участков системности, если бы наблюдались, тогда, я думаю, что тогда надо было сказать другое решение. Сейчас – нет. Я думаю, не следует. Ну, надо учесть, что на участках работали очень длинные часы. Очень долго, да, было? Очень долго. Открыты участки. Да. То есть, даже если при получении этих конвертов они по какой-то причине отложили проштамповку остальных тысяч. Ну, вот я хотел спросить, как это, вот как, если мы опять же отталкиваемся от человеческого фактора, как это работает? То есть, просто конверты поступают, что-то шампуется, а что-то вот как-то пропускается? Как это может быть? Каждый участок получает определенное количество конвертов, количество определяется личной комиссией. И порядок предусматривает, что участок, получивший конверты на месте, они всех пересчитывают, штампуют и еще раз пересчитывают. Видимо, по какой-то причине они часть проштамповали, то есть, что не знают, что, ну, нам вот со среды до пятницы вот хватит. Потому что на этот раз почему-то Центрисбирком еще дополнительный какой-то штамп сделал, где было написано предварительное голосование. И, видимо, на это они как бы сконцентрировались, на этот штампик, и думали про конверты, которые надо будет использовать в эти дни. А в финальный день был другой штамп? А в финале этого штампа предварительного голосования нет, там только участковый. Но что у них в голове было, я думаю, что они сами сейчас тоже не могут даже объяснить. Но мое предположение такое, что из-за того, что много дел и мало времени, надо еще обустроивать участок, надо, в отличие от других, как раз там эти наклейки содержать, про дистанцию, стоять здесь, не ходи туда, ходи в таком потоке, дезинфицируй руки, ручку возьми, ручку оставь. Ну, много чего было по-другому. Я думаю, что, скорее всего, просто отложили на последний, на другой момент, а этот другой момент помешал чем-то другим. Ну да, но даже принимая вот как бы эту версию про то, что человеческий фактор, усталость, нагрузка, вот просто попытка поставить себя на место избирателя, то есть получается 600 конвертов, или более, это 600 человек, вот как с их точки зрения, мне интересно, просто человек проголосовал, ему говорят, ну пойми, там ошибка произошла, твой голос, он как бы улетел, мы ничего не будем менять, но в следующий раз у тебя получится. Ну вот тут у меня есть свое мнение, которое немножко отличается. Я считаю, что если была ситуация, что в Урне нашли, были найдены конверты без штамповки, фактически предварительный анализ, вброс это или нет, можно сделать сразу на участке. То есть мы знаем, сколько на участке получено конвертов, мы знаем, сколько из них выдано избирателям, то есть примерно столько должно быть в Урне. Значит, мы знаем, сколько осталось неизверсходных. То есть перед тем, как открывать Урну, сначала просчитывается, сколько осталось конвертов. Столько-то. По спискам выдано, сколько-то. Сумма составляет, сколько было вместе. Но когда открывается Урна, там оказывается, что нет проштамповки. Я думаю, что, ну, можно было предварительно сказать, что тут злого доброса нет. Но что же делать в такой ситуации? Независимо от того, как образовалась данная проблема, что же делать? Я считаю, что участковая комиссия фактически поступила правильно, что она не стала открывать эти конверты и сама принимать решение о том, что досчитывать это или нет. Потому что нет оговорки, в каких случаях это можно делать, а в каких нет. То есть закон, если его читать, буквально грамматически сказано, если нет печати, его считать нельзя. Откладывается. Но избиратель из-за этого, если это техническая проблема, я думаю, страдать не должен. Естественно. Не должен, да. И если потом в дальнейшем, в процессе этого подсчета, значит, сделал бы протокол из тех, которые были годны и отдельно упакованы те, и те, которые сомнительны, то есть формально нет, надо было, по-моему, решать о том, чтобы их открывать и досчитывать. Я думаю, что Центрисбирком мог такое решение принимать. А вот это уже не будет точно сделано? Уже они отказались от этого? Я так, ну, я не был там на месте, я так понял, что от этого отказались. Мы даже не знаем, что там за голоса, за кого. Но я считаю, мы не знаем. Да. Там закрытое шоу. Потому что, почему я так считаю? Потому что все оговорки, которые в законе существуют, они фактически там попали, ну, как бы, исторически. То есть изначально, с тех времен, когда было установлено, что каждый избиратель имеет один голос, что должны быть честные выборы, что вот эти все принципы, равенство и так далее, сразу же, конечно, были прецеденты, когда кто-то хотел жильничать. То есть административный ресурс, доброс со стороны, кто имеет такую возможность, просто вброс, как мы иногда смотрим в других странах, в виде. Ну, тут еще не знаем, конечно, это может монтаж, но, тем не менее, есть такая ситуация. И эта оговорка в законе, который нашим находится, что если есть конверт без штампа, оно не считается именно на случай злостного. То есть, если в урне должно быть тысячи конвертов, потому что тысяча выданных конвертов избирателям, это по спискам видно, а открывая урну, там находится тысяча пять, ну, то понятно, что что-то не так. Это, значит, скорее всего, там был вброс. Пять штук откуда? И как их определить? Вот тут эти наличия штампа и определяют, что это где-то он в другом месте достал, принес, или из других выборов просто припас, где-то нашел, да? И вот по этому признаку, чтобы не создавать угрозу для результата, и эти несоответствующие уже формально откладываются и результат считается... Грубо говоря, мы столкнулись с тем, с чем до этого не сталкивались и не совсем понимаем, что делать. Так я понимаю. Ну, фактически, да. Но у нас все эти оговорки, что не считать и что делать, они, в принципе, в законе сказаны в случае злостной попытки изменить результат. А на случай, когда эти технические меры предосторожности не соблюдены отдельным лицам по человеческому фактору, такой оговорки нет. Но Центризбирком имеет право рассматривать любые вопросы. То есть, и в данном случае, если нет сомнений, что тут не было злостного, тогда, по-моему, надо было принимать решение в пользу избирателей. Ну, вот сейчас мы видим, что жалобы со стороны партии были отклонены ЦИКом. Некоторые партии заявили, что, возможно, обратятся в суд. И, как я понимаю, как вот ваша, как сказать, последователь, Кристина Берзин отметила, что если будет суд, то это очень задержит вообще начало работы Рижской думы, что она сможет начать работать только когда суд вынесет определенное решение. Вот как можно прогнозировать эту ситуацию? Мы можем оказаться в ситуации, когда действительно придется ждать суда, и вот такая проволочка такая, она очень будет долгой. Ну, в отличие от стереотипа про то, как работают суды, что это очень долго, то в этом случае есть строго ограниченные сроки. Суд должен рассмотреть и принять, если не ошибаюсь, в течение 7 дней. Это раз. Второе, даже если там понадобится несколько дней дополнительных, в любом случае это оттянет, отложит начало Рижской думы меньше, чем это сделал COVID. Уже? COVID уже там на полгода оттянул. И так, да, да. Тут день туда или сюда, я думаю, не так важно, важнее, чтобы было легитимное и общество принимаемое, чтобы общество принимало это решение. Но я считаю, что эти 600 надо пересчитывать. Пересчитывать и каким-то образом их все-таки прикреплять? Нет, нет, просто их надо принимать решение, чтобы эти конверты вскрывались, чтобы эти билетни засчитывались к общему количеству билетней и плюсы вычеркивания по данным кандидатам тоже засчитывались. Это, в принципе, делается за один день, ну, даже не полный день, то есть за несколько часов. А то, что я вот понимаю, один из членов Центральной избирательной комиссии, Александр Мальцев, в письменном обращении, в публичном таком письме, вот признавал выборы вообще не утверждать, сказал, что в свете этих нарушений их нельзя принимать. Это вообще важно, но все-таки это член Центральной избирательной комиссии? Или это частное мнение? Насколько это вообще ситуацию усугубляет? Закон предусматривает такую возможность члену Центральной избирательной комиссии выразить свое отдельное мнение, если оно не совпадает с мнением Центральной избирательной комиссии. Но я здесь не вижу такого основания, чтобы все выборы полностью в целом признавать нелегитимными. Тут я не вижу основания. Еще один такой подскандал, можно сказать, который не настолько крупно освещался, по сравнению с непроштампованными конвертами, но это вот голосование на дому очень пожаловались, ну, может быть, не очень много, но все-таки определенное количество людей, что они ждали, и к ним никто не пришел. Люди там с ограниченными возможностями, кто-то там операцию на ноге пережил, не мог дойти до избирательного участка, ждал-ждал, никто к нему не пришел. Глава Рижского цикла господин Кокин сказал, что определенные люди есть, но это опять же та же причина, большая нагрузка, отсутствие времени и так далее. Вот как эту историю оцениваете? Ну, к сожалению, такие случаи, на самом деле, по-моему, имели место всегда, что кому-то не придут, и это всегда жалко, что... То есть такое бывало и при вас, вот это... Это бывало. Иногда отсутствие ресурса достаточного, или по времени что-то не сладилось, или как. Ну, это, конечно, жалко, но мы всегда старались изучить причины после этого. То есть, в журнале ведения выборов каждый участок должен записать, если отличается количество заявок о голосовании на дому от того, сколько проголосовало, то надо указать причину объективно, почему это не сделано. Но на этих выборах, к сожалению, я так понимаю, было еще дополнительное то, что даже призывали людей, если вы чувствуете себя слабым, если вы находитесь в группе риска, и ну, тогда приходите либо первым на участок, либо лучше давайте тогда вызывайте к себе на дом. Я не знаю, что явилось именно причиной, почему они этих людей не обслужили, но это, конечно, жалко, да. Бывший глава ЦИК Арнис Циндерс у нас в гостях, можно позвонить 672-12-93-9, если есть у вас вопросы или комментарии какие-то. Но вот есть в свете вот этих двух неприятных инцидентов, есть, конечно, такие более радикальные люди, которые призывают там как минимум к каким-то санкциям по отношению к тем, кто допустил, пускай и человеческую, но ошибку, и вплоть до отставки главы Рижского, Рижской комиссии Юриуса Кохинса. Вот как вы считаете, вообще, вот это понятие ответственности кто-то должен понести за вот эти вот вещи, или как это вообще работает? То есть, ошибки были? Я, конечно, боюсь обидеть каких-то важных людей, я не знаю, кто это говорил, но очевидно то, что человек говорит то, что он сам не понимает. Скорее всего, он никогда не работал на участке и не знает, сколько там много мелочей, которые, любой из них может стать большой проблемой. потом, потому что любое несоответствие, пусть даже оно грамматического толкования, оно может стать проблемой. Я никогда не понимал этих людей, которые такие, ну, кровожадные, что их двигает. Я думаю, что давайте, давайте, если так, имеет право упрекнуть участковую комиссию и тот, кто сам, по крайней мере, два раза без ошибок провел выборы участковой комиссии. Тогда человек знает, о чем он говорит, и он имеет право, тогда уже моральное, сказать, это вообще невозможно, это немыслимо, как это можно? Ну, я не знаю, такого человека, который никогда не создавал, не совершил какие-то ошибки, и тут я говорю, что самое главное, чтобы не заблудиться в трех соснах, самое главное, с точки зрения выборов, с точки зрения развития демократических выборов, самое главное, чтобы это не было злоумышленность, то есть процедура у нас одна из самых сложных, даже среди соседских стран. А почему такая сложная? Потому что у нас есть возможность избирать не только сделать выбор между партиями, но и внутри партии оставить плюсы и вычеркнуть, да, вы имеете в виду? Да, 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 ну, слушайте, протокол голосования у наших соседей занимает от силы А4, ну, два листа А4, у нас протокол на каждом участке содержит, давайте посчитаем, сколько ячеек, сколько ячеек, 600 кандидатов было? Да, около, около 600, ну, давайте 600, плюс вычеркивание и нетронутые, на три, это 1800 ячеек, это вы давайте нарисуйте на бумаге 1800, это примерно полтора часа уходит, пока идти только протокол, если от руки писать, а их это посчитать еще надо, так что те люди, которые неуважительно высказываются в адрес участковых комиссий, не могут ждать, что я буду уважительно относиться к ним. Хорошо, один из сюрпризов выборов стал, как ни странно, это не результаты самих выборов, а вот эта низкая явка, рекордная, исторически низкая явка, чуть более 40% среди причин традиционно называют, погода это у нас всегда проблема, и будь она хорошая, и будь она плохая, как было в этот раз, всегда является причиной того, что люди не идут, ковид, очевидно, он мог людей или как-то испугать, чтобы не идти на эти участки, ну и называется такой уже более политологический, политический причина, это то, что даже господин Кокинс об этом сказал, что было не очень качественное предложение со стороны политиков непривлекательное, то есть не привлекли, каково ваше мнение, вот почему мы столкнулись с настолько низкой явкой, при том, что это были внеочередные выборы, казалось бы, что они, как правило, у нас вот то, что вне очереди, оно больше как-то привлекает внимание, будь то референдум или там распущенный Сейм, ну вот как мы помним последние годы. Да, участие на выборах, это каждый человек должен поделиться и включить в свой распорядок дня, то есть и так как это не каждую неделю происходит, тогда эти повседневные привычные дела он должен отложить как бы и принять решение о том, чтобы пойти на выборы. Мотивация, то есть она должна быть определенного уровня. Если у нас нормальная мотивация приблизительно 50-60%, то этот ковид еще планкачку, и я думаю, что часть обиделась на политиков, при том, как обиделись избиратели согласия, которые поразили, там видно, что меньше стало, а может быть кто-то обиделся, что не было учитана их воля, чтобы предыдущий созыв проработал 4 года. то есть да, это тоже странная ситуация. Да, 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 мы проголосовали, что теперь должен передумать. Ну, я не знаю точно, но факт тот, что вот мотивация была намного, должна была иметь больше, а людей этого не хватило, это факт. Да, и по-моему проблема в нашем обществе не в процентах явки, насколько люди довольны принятыми решениями потом, то есть насколько они хотят себя ассоциировать с тем, что мы имеем. Я тоже был на выборах, я проголосовал, и вот как они хорошо работают. А если он стыдится, я был на выборах, я проголосовал, они делают такие вещи, хорошо, не всегда, но такие бывают проголы, ну, может, я не пойду в следующий раз, чтобы не иметь ответственность себя снять, хотя на самом деле ответственность все равно не снимается, в этом котелке мы все равно находимся, но я думаю, что тут да. А то, что Риша будет работать действительно больше, чем обычно, она работает пять с лишним лет, это как-то наделяет ее особым статусом, особой ролью, как вам кажется? Ну, это будет по-другому, давайте посмотрим, чем это закончится. А чем это может закончить, чем-то необычным? А я сейчас не знаю, но это будет по-другому, это все-таки другой срок, это другие... У нас когда-то парламент тоже работал всего три года, и тогда говорили, нет, надо четыре, потому что первый год это узнаем, что делать, второй год работаем, а в третий год уже начинаем готовиться к новым выборам. Сейчас у нас будет дума, которая будет работать дольше, а может быть мы перейдем на пятилетний срок потом, как... Вообще решим, да? Вообще, ну, Европарламент у нас через пять лет идет, ну, я не знаю, это просто такая спекуляция. Ну, хорошо или плохо, вот если одним словом сказать, в большей степени, что пять лет будет? Я думаю, что не в сроке дел, ну, на самом-то деле, а в решениях, которые будет потом. Безусловно. То есть... Но времени больше будет на решения. Но времени будет больше. И на раскачку. Да, это значит, что те решения, которые сейчас будут в ближайшее время как бы сеются, еще и успеет этот дом уже и собрать урожай. А может быть, еще раз уже посеять что-то. Посеять что-то, да. Давайте звонок примем, нам звонит человек. Добрый день. Добрый день, Сергей Викторович. Пожалуйста. Позволите пару вопросов, господин Сендерсу. Я лично в этом фракте больше 30 лет не участвую никак, в том числе и по причине наличия на территории оккупационных войск. Как Вы относитесь к тому, что не граждане могли бы принимать участие в муниципальных выборах это раз? Как Вы оцениваете работу участия в выборах Министерства иностранных дел, то есть работали ли филиалы и так далее, консульство и посольство? И Ваше отношение, если позволите, к ситуации в Белоруссии, то есть почему представители Латвии не были на выборах и так далее. Благодарю всего Вам. Да, спасибо Вам. Все. Первый вопрос по поводу неграждан. Старый, в принципе, вопрос. Ничего нового в нем нет, но мнение всегда интересно услышать. Госпожа Берзеня говорит, что она не против концептуально, это политическое решение, которое она видит просто, что политики не принимают. Ну, это тут она права, конечно, это политическое решение. Ну, это очевидно, но, тем не менее, как Вы считаете, неграждане могут получить, могли бы право получить, или это все-таки как-то искажает, я не знаю, картину или что-то еще? Мне трудно сказать. Тут есть несколько, то есть, есть аргументы и за, и есть аргументы и против этого. Ну, давайте с против начнем. против. Ну, в принципе, по-моему, право голосовать на выборах, это есть фактически единственное отличие между гражданом и негражданином. Может быть, единственное, довольно крупное, я бы сказал, с точки зрения демократии. По-моему, других даже и нет отличий. Есть даже некоторые преимущества, которые неграждане имеют, это им не надо визы иметь. В некоторые соседние страны, да. В некоторые соседние страны. Но все-таки избирательное право... И возможно, что именно это и удерживает их от получения гражданства. Но что касается избирательного права все-таки. Причем в Эстонии, я не ошибаюсь, могут люди голосовать вот их неграждане, так называемые серопаспортники на муниципальных выборах. Вроде как все в порядке у них там. Да, именно эстонский образец или пример говорит в пользу того, чтобы негражданам можно было бы давать такое право. Но как к нам поступить на данный момент пока что не знаю. Таких аргументов явных или столкновений мнений я даже и не слышал. Поэтому... Нету дискуссии, да? Нету такой дискуссии. Нету такой дискуссии. Да, но наверняка вы следите за тем, что в Беларуси происходит, по крайней мере, потому что там вся ситуация завязана вокруг выборов и возможных фальсификаций для некоторых очевидных фальсификаций. Как вы видите эту ситуацию в целом? Ну, вот тут конечно я не имею полную информацию, что и как там было, поскольку я там тоже не был. Но тем не менее, по-моему, там ситуация реверсовывается совсем по-другому, чем у нас вот на этих рижских выборах. Там не идет речь о том, что человеческие ошибки какие-то были. Там идет речь о том, что на самом-то деле результат, который опубликован, не соответствует тому результату, который был выражен. А по каким признакам интересно просто от вас? Вы как человек, который вот с процедурой и с протоколами имеется дело, а по каким внешним признакам это просто более-менее видно? Во-первых, это доклады наблюдателей, которые принимают участие на участках и их обобщение. И эти доклады о результатах, если сравнивается с официальными результатами, и они отличаются резко, есть очень простой вариант, как это определить, надо смотреть и тогда уже и протоколы. Но протокол на участке должен, я так понимаю, выдаваться наблюдателям, если это не делается, это уже один минус. Это уже подозрение. Это уже подозрение. И если результаты в целом, вот у нас, например, на веб-сайте можно просмотреть результат по стране, по городу и по каждому участку. И в каждом участке, по каждому списку и по каждому кандидату. По какой-то причине в Беларуси, я, сколько я понимаю, отсутствует такая возможность, что у них при обобщение результатов вверх дается обобщенный результат в целом. И то есть нельзя посмотреть детально, где отличаются эти результаты и дойти до истины. Ну вот да, мы слышим, мы уже сегодня говорили, что в соседних странах постоянно речь идет о фальсификациях. Ну то есть по крайней мере это обсуждается. Утверждать никто ничего не берется, но вбросы, карусели и так далее. У нас, я так понимаю, ну вот если брать там какой-то временной отрезок последний, даже после восстановления это не такой большой период. В принципе не было намеков на это. То есть был, я помню, в 2014 году скандал с подкупом избирателей, который долго разбирался, но в целом можно сказать, что все довольно тихо и прозрачно происходит. Да, подкуп имеет место всегда и везде. То есть только формы должны соблюдаться в каких-то рамках. сейчас, я так понимаю, такого грубого, наглого подкупа не замечается. Видимо, наконец-то услышали не очень умные политиканы о том, чем это кончает для других криминальными делами. Но так вообще-то если посмотреть истории вообще выборов и Латвии или человечества вообще, тогда это явление место имело. Когда не могут идеи свои убедить, тогда убеждают нелегальными путями. Деньгами, например. А вот у нас несколько дней назад был Юргис Лепнекс, хорошо вам известный политический эксперт, и он как-то между делом так еще отметил, что по иронии судьбы так складывается ситуация, что партия победившая на выборах и на выборах омраченных этим скандалом с штампами была той самой политической силой, которая предложила собственно вас, грубо говоря, сменить. Насколько я помню, именно для развития АЗА была той силой, которая политический импульс пустила, что господин Цимдерсон уже так долго возглавляет ЦИК, можно было бы как-то уже дорогу молодым условно говоря дать. Я просто к тому, что вы тогда тоже очень критически это решение оценивали. У вас осадочек остался или вы эту ситуацию отпустили, как говорится, с вашим, можно сказать, сменой руководства ЦИК? Какой вопрос? Насколько вы по-прежнему, я не знаю, есть какая-то эмоциональная или даже неэмоциональная обида на политиков, которые приняли такое решение или не приняли такое решение, но запустили этот процесс? Ну, я не уверен, что это был от Исты Байбар, которые были инициатором, и по-моему, это больше был ЕКП, более такой категоричный, да. Ну, я на них не в обиде, они делают так, как они считают правильно, правильно или нет, мы его смотрим. Прямо все ставить на свои места потенциатором, вы успели заявить публично о своих, назовем это, политические амбиции, вот, но участия на выборах мы не дождались, какой у вас есть какой-то план внутренний, собираетесь ли вы стартовать, если не на этих, то у нас в следующих, будущих каких-либо выборах. Да, я верю, что вы запомнили. Аудио все обратили внимание на это? Да, да. Это была довольно громкая новость. Нет, ну, смотрите, я 20, больше, 21 год больше организовывал выборы, то есть, я на самом деле старался, чтобы выборы в Латвии были прозрачными, честными, чтобы развитие, которые, ну, вот, как можно сделать из тех ресурсов, которых мне вообще-то и не давали, что самое прогрессивное из других стран, где я видел, чтобы внести нас сюда. Я считался, что я служу людям своим, это для меня важно лично. Но пришли к власти и политике, которые посчитали, что мои услуги не нужны. Это их право. Правильно. Но нужен ли я людям, нужны ли мои знания, мои старания и отношения к жизни, ценности, людям или нет, это можно узнать только спросив у них, не у политиков, а у них. Поэтому я сказал, что надо спрашивать будет у людей, то есть через выборы. Но выборы в Рижскую Думу, я все-таки посчитал, что это не мое. Я не могу предложить столь хороших хороших инициатив для Рижан, чтобы конкурировать, чтобы не опозориться, чтобы принимать участие, принятие участия. Ну, я посчитал, что люди не поймут меня просто. И поэтому я отказался идти на выборы в Рижскую Думу. Ну, я не буду вас спрашивать там по поводу партийной принадлежности, вы, возможно, и сами еще не определились, но все-таки с какой-то идеологической точки зрения, с точки зрения взглядов определились ли вы, кому бы вы хотели, скажем так, опять же, без названия партии не обязательно, но каким силам хотели бы примкнуть? Ну, скорее всего, это в нашем спектре это более центрические. Ну, я по характеру не радикальный, сам, так как радикалы, больше характерно воевать, а воевать и разрушать. А центристы это те, которые больше склонны строить. Что, конечно, не исключает, что они что-то там тоже наломают каких-то дров, но тем не менее. Так что, ну, центрические. Я считаю, что давайте отслужим этот... Да-да-да, я понимаю, еще вы принимите решение. Но еще хотел бы спросить, вот как вы относитесь, ну, в силу того, что вы уже как-то думали вот над этим, над шагом в сторону политики, вот часто приходится видеть, как кандидатами становятся люди, которые, казалось бы, еще за день до этого к политике никакого отношения не имеют. Ну, тут даже можно вспомнить даже и господина Кьюзиса, который был избран, но Кьюзис, понятно, он специалист в той сфере, которая очень важна, особенно для вот такого хозяйства столичного, да, но мы часто видим артистов, спортсменов, очень много. Вот какое ваше мнение по этому поводу? Потому что, опять же, если радикально брать, некоторые говорят, что это абсолютно мимо, другие говорят, что, ну, почему нет, они смогут конвертировать свои знания вот в этой отрасли в пользу того же города? Ну, я думаю, что, поскольку политиков не готовят, ну, в чистом виде, тут больше опыт нужен жизненный, я думаю, ну, и без знаний тоже не пройдет. Ну, если человек вообще не занимался никак политикой, ни экономикой, ну, ничем, ну, тогда, может, и не надо им этих, но в то же время артисты, будучи артистами, тоже занимаются политикой, они защищают свои права, они защищают права своих товарищей, то есть, если они уже проявили себя на таком общественном, общественной работе, почему нет, почему нет? Ну, вы правы, то, что есть люди, которые ассоциируются с политиками, а есть, которые нет, и те, которые не ассоциируются, у них, по-моему, гораздо сложнее доказать, что они могут работать на благо избирателей, и я подумал, что я на данный момент тоже не ассоциируюсь с политикой, и многие люди удивились бы, если бы увидели меня в списке в Рижской Думе. Хотя я смею предположить, что меньше, нежели те имена, которые мы все-таки в итоге увидели. некоторые. Но это другое, да, это другое. Напоследок, я так понимаю, что вы приняли участие, вот сейчас прошел фестиваль «Лампа», вы приняли участие в одной дискуссии, правильно понимаю, которая с таким очень интересным названием была представлена, какова реальная цена демократии, называлась эта дискуссия. Так. Какие впечатления, выяснили ли вы, какова реальная цена демократии? Вы открыли что-то новое в этой дискуссии? Как вообще? Дискуссия, по-моему, была очень интересная и качественная. Цену демократии нам... Выяснить. Это был риторический вопрос. Ну да, 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 я понимаю. Риторический. Ну, факт то, что демократия должна иметь ресурсов, чтобы функционировать. Ну, я позволю себе высказать мысль, что если ресурсов на демократии, в том числе на выборах дается недостаточно, как и в деньгах, так и по времени и в других ресурсах, тогда, скорее всего, нам следует считаться, что цена недоплаченная переобразовывается в пене. То есть, если ты не заплатил цену, тебе достигнет штраф. А, пене вы имеете в виду? Пене, да, да. Извините, мой русский. Да, да, да. И, фактически, по-моему, мы и видим, что мы сейчас и пень... То есть, по Латвии это можно сказать, по сути... Да, ну, смотрите. А в чем пене? Ну, например, количество людей, выехавших из Латвии. По-моему, это один из этих штрафов, которые мы платим за то, что недостаточно обратили внимание на то, чтобы демократия функционировала хорошо. Демократия – это система. Система должна функционировать. Чтобы функционировать, там должны быть и люди, и ресурсы. И если у нас столько, много людей, которые вынуждены по экономическим соображениям, по каким-то, не знаю, ну, обиженные, в общем-то, да, можно сказать, что их права, права были не защищены со стороны государства, что они уехали. Ну, значит, что-то у нас мы не заплатили цену, которую надо было заплатить за демократию. Спасибо большое, Арнист Цинтерс. Бывший глава ЦИК был у нас сегодня в гостях. Я Андрей Ильишкевич. Всем всего хорошего. Спасибо.